Более 4 миллионов леев. Долг муниципального предприятия АПКанал перед государством. Все счета учреждения заблокированы. Таково финансовое положение АПКанала. О том, что из-за бездействия местных властей большая часть города может остаться без воды, начальник налоговой инспекции Басарабяска Аурелия Агнатовская говорила практически на каждом заседании городского совета. Вот в этой пимарии никогда вопрос по АПКаналу не решался. Решались только, когда мы начали требовать, вот дайте какие-то дотации, чтобы они что-то хоть обладили. Почему, будучи вы в пимарии, обязаны проверять, куда идут эти затраты, какие они имеют доходы, какие они имеют расходы. Мы все собрались, вы советните те, которые вас выбрал народ. Что вы делаете все эти годы? Прекращайте ваши эти интриги. Те оттуда, те оттуда. Вы выбраны для того, чтобы сделать этот город процветающим, а не те дети говорить и обвинять друг друга. На предложение Аурелии Агнатовской начать процедуру несостоятельности предприятия советники всегда реагировали неоднозначно. Спустя некоторое время при примаре была создана юридическая комиссия, которая изучила вопрос о возможном выведении основных средств муниципального предприятия АПКанал и передачи их другому юридическому лицу, которая возьмёт на себя функцию по оказанию услуг водоснабжения и канализации. С его результатами народные избранники также были ознакомлены, но не последовали советам юристов и вновь оставили всё по-старому. В конце 2016 года тогдашний руководитель АПКанала Сергей Сдвежков без согласования с учредителем муниципального предприятия, то есть с городским советом, запустил процедуру плана. После этого он был снят с занимаемой должности. Новым директором АПКанала стал Юрий Димов, отчитавшийся на последнем заседании горсовета о ситуации на предприятии. Среди главных проблем он назвал отсутствие рабочей дисциплины, нехватку кадров и плохое техническое состояние оборудования. Оборудование заменено только на двух насосных, первой и четвёртой. Что касается водопровода, то там вообще ничуть не лучше. А разваженный работает в холостую, необходима подъёмка насоса. В плачевном состоянии находятся насосы. Станция второго подъёма работает вообще в ручном режиме. С феноза пришёл человек и предъявил, какие неисправности надо устранить. А там неисправности, что, ну, как минимум, надо сейчас вложить, как минимум. Мы посчитали, я дал бухгалтеру, посчитали, какие там тысяч на 15, на 20 лет, когда зарплату не выплачивают. Тем не менее, новый директор АПКанала сообщил на сессии, что с 31 декабря в порядке эксперимента подача воды будет осуществляться на протяжении всего дня, прекращаясь лишь в ночное время. Переход на новый график водоснабжения произошёл в указанный срок. И по сегодняшний день с 6 утра и до 11 ночи вода поступает в дома и на предприятия города бесперебойно. Напомним, что в течение многих лет вода в микрорайоне Романовка подавалась лишь на несколько часов в сутки. Продолжение следует...